Я не хочу... Ну, есть вариант, что отправится фармить, наверное, легкую, хотя, может быть, будет мидлейн Мирана, и тогда это вообще великолепно. Ухаю забирает себе Тайдхантера и Шадоу Демон тоже для команды Малайзия. Ну, со стороны команды Минески, Лешрак, Абадон, Магнусвич, Доктор и Бристлбек. По пику удивительно видеть, конечно, Мирану в пике, ну и Весптини всегда пожалуйста, всегда добро пожаловать. Все, в принципе, всегда мощно с данными героями происходит. Ну и все, переходим непосредственно к касту. Напомню еще раз, это катка в формате Best of 3. У нас уже 2-я игра на повестке. Первую выиграли Минески. Выиграли, в принципе, ввиду явного преимущества. ГГ написали у нас Тималайзия, потому что не были способны такое количество боли вынести, которое вливал в них Снайпер от... 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 от кого? Кто там на Снайпере, по-моему... На Снайпере, да, Джей у нас отыгрывал на Снайпере. Теперь Джей у нас на Лешраке играет. Фармящий Леший на топ-лейне, на мид-лейн, кого же тогда отправят. Хотя нет, Леший у нас завардил топ-лейн, и Лешрак отправляется, скорее всего... А я даже не знаю, на самом деле, куда Джей отправится. Тут особенно анализировать и нечего. Как встанет на Лайн, так и... Будем констатировать. Что, Абадон пока что пасется у нас на мид-лейне. Ну, понятно, что Джей у нас на мид-лейне делать ничего не будет. Хотя, 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 не стоит забывать, против кого вообще стоят мидеры у команды Минески. Против Даблы, Истиника и Веспа. Кецакомба уже у нас на нижнем лайне, на Миране и Муши вместе с ним. Ну, Дабла из Шадоу Демона и Мирана, я думаю, всем понятно. Здесь Дизрапшин и стрела туда по таймингу. Какой Шадоу Демон интересный. А ну-ка. Это что такое? Какая-то что-то, какая-то особенность. Нет, голова у Шадоу Демона всегда была такая дерзкая. Может быть. Может быть. Ну, Муши и Кецакомбан на нижнем лане. Наконец-то у нас данный игрок не стоит соло, а помогает ему хотя бы кто-то. Не знаю, как он сориентируется. Сориентируется вообще, как стоять в паре с кем-то. Ну что, на данный момент Ухай отправляется на сложную. Против него будет стоять фармящий Джей на Лешраке. И Вич Доктор будет его саппортить. На мид-лейне оставили Бристлбэков соло против Тинника и Веспа. Это хорошее решение, потому что Бристлбэк все-таки потолще, чем Лешрак. Под один раз Касп попадает Лешрак от Тинни на втором или на третьем левеле. Ну, после второго на любой вообще. И Леший у нас, в принципе, уже не жилец. А у Бриста побольше дефа, побольше хелс-поинтов. Ну и что, Ухайо поймали. Кстати, ой, как удачно поймали Ухайо. Здесь Лешрак через Сплит-Ос и через Каски у нас у Твич Доктора развалили самого толстого героя в составе команды Малайзия. Минески опять начинают очень агрессивно. Вторую катку, видимо, они тоже решили не отдавать. Да и кто вообще будет отдавать катку, когда уже почувствовали вкус крови соперника. Джесси Вош у нас на сложной и тоже не в соло. Абадон вместе с ним. Ну и опять же здесь Даблам, Муши плюс Кецик Эмбайм, Шадоу Демон плюс Мирана. Не факт, что становится полезной. Здесь есть Абадон со Фотик Шилдом, который всю эту даблу контрит идеально. Если Джесси Вош ловит Дизрапшн, да, попадает по нему стрела, дэмэдж это неприятно. Но с другой стороны, Джесси Вош у нас моментально выходит из стана. Даже если на фулл рейндж попадает стрела, Фотик Шилд, вы знаете прекрасно. Или если не знаете, слушайте, я говорю правильные вещи, снимает любой вообще дебаф. Снимает стан, снимает лассо, да все что угодно вообще. Можно заивейдить за счет этого скилла. Короче говоря, круче и важнее героя, чем Абадон. Здесь просто нельзя было пикнуть. А вот Абадона можно ловить. Да, Абадон это действительно лакомый кусочек. Теперь, наверное, он у нас и будет главной целью для команды Малайзия на нижнем лайне. Но пока я распинался, как тут сильно будут саппортить Магнуса, возник вопрос, кто вообще Абадону поможет, если в Disruption попадет Джей. 1 на 1 становится счет. Малайзийцы смогли сравнять. У нас количество фрагов. Охайо по-прежнему к репам еле-еле подходит, только издалека их не ухает. У Лешрака уже 11 на 3. Вообще давайте по фарму глянем. 13 на 3 у нас для Куху на мидлейне. Бристлбэк против Тинника со счетом 9-0. Бристу тоже несложно фармить. Вот этого батла от Бристлбэка, если нормально и на фулл, в принципе, заюзать, хватит на триллион вообще раскастов Квилл Спрея. Ну и Куху здесь пока что сам. Джонни занимается хороводами. И получается у него просто великолепно. Через Спиритов все это очень просто делается. Куху. Решил драться здесь против Ку-Ку. Ку-Ху-Ку-Ку, но хуже линию просто вообще для русскоязычного комментатора поставить нельзя было. Ку-Ку против Ку-Ху. И надо же еще различать их, и надо еще, чтобы вы понимали, кто там вообще на кого нападает. Буду, наверное, лучше переходить на название героев. Потому что вот это Ку-Ку-Ку-Ху с ума сведет не только меня, но и любого, кто слушает это все. Сколько ММР у Кастера. Кастер не играет ММР, он играет только игры без ММР, не рейтинговые игры. И там все время проигрывает. Будьте в этом уверены. Ку-Ху у нас выходит на Джея. Джея на лоу-ХП, и Охайо очень удачно сместился. Джесси Уош здесь, но только третий левел. Тут, конечно, риверс полярити не пахнет. На лоу-ХП Охайо. Да и все здесь на лоу-ХП Охайо, скорее всего, забирают. Подбрасывают вверх у нас Ку-Ку. Охайо уже на хайграунде, не должен подставляться здесь под квилл спрей. Ну, вообще, в опасной близости он к смерти. Ку-Ху в итоге забирает у нас Бристлбека. И перед смертью смог еще тоснуть крипа. Это, в принципе, особой пользы команде Малайзия не принесло. В любом случае, разменялись мидера на мидера. И со стороны команды Минески еще и саппорт Абадон у нас отъехал. В любом случае, в пользу команды Малайзия 500. По золоту для них и по экспириенсу больше, конечно, оторвали Минески в данном файте. Дорогая цель была этот Тинни. Как ни крути. Да и больше человек со стороны команды Минески здесь погрелись вообще в лучах экспириенса от фрага. Тос и под ноги Эваленш. И Ку-Ку уже не сам здесь. Уже здесь Абадон. Кецакамбав выгнал, как я понимаю, Джесси Уоша. Да, Магнус у нас пока что не на линии. В это время Мирана фармит. Уже почти шестой левел есть. Для керри команды Малайзия у Тинника пятой с половиной. Вис в это время просто ждет своего звездного часа. Как только выйдут на Тинни, будет тизер, будет оверчардж и подхилл. Пока что Ку-Ху, кстати, дико проседает по ХП. Как я и говорю, Квилл Спрей здесь не оканчивается. Так, Виск готов у нас врываться в Бристлбэка. Ку-Ху пока что под одним зарядом Квилл Спрея. Спиритов раскручивают, подхилили у нас Бристлбэка. И дальше Тинни бежать нет смысла. Потому что слишком больно дальше бегать на хэкграунд. Охай опять смещается на руны. Опять у нас ждет серьезный файт. Ку-Ху надо лучше бы отсюда уйти. Через Афотик Шилд. Нет, выбрасывает у нас Ку-Ку. И уходит отсюда. У Джонни пополнилась банка. Пошли Каски. Пошел Маледикт здесь по виспу. Виск на лоу ХП. Но в принципе выхилиться можно. У Хаю потеряли. На лоу ХП здесь Джей. И забирает также Тинни. Ну и Виск на лоу ХП бежать отсюда. В итоге Джей выживает. Минески подрались 2 в 0. И теперь-то по золоту должны серьезно опережать своих оппонентов. По итогам файта забрали порядка тысячи в свою пользу графики. И по экспириенсу 860 тоже для команды Минески. Но ждем обновления графиков. По голде за тысячу должны перейти. И по экспириенсу где-то в 0 графики должны скатиться. Тинни приобретает себе ПТ. Есть Мэджик Вонт. Это все против Бреста. Ну и пока что Тинник без ничего. Хотя по фарму... Да нет, по фарму Тинник не такая уж и звезда в составе команды Малайзия. 27 на 5 у нас у Бристлбэк. А у Тинни 26 на 6. Да при том, что есть саппорт и есть помощь какая-то от Виспа. Ну, Нэтворс свой Тинни должен пополнить, когда хватит ему все-таки времени на то, чтобы отойти в лес и огромные пачки крипов здесь разобрать. Тогда, конечно, по Нэтворсу Бреста он должен обгонять. Хотя и сейчас, в принципе, видим, что Тинни на чуть-чуть, но все-таки впереди. Ну и в отрыв можно пойти. Все для этого Висп делает. Такая у него работа. Охайо на сложной линии. 9 на 1. 360 на руках. Так, Охайо ничего себе пока не приобретал. Только ПТ, только Мэджик Стик и 3 Рен Брэнша. Ну, Тайт Ханта разогнали. Хотя, опять же, тайду, главное, левел получить. Будет... Будет реведж. Будет, в принципе, веселье для Тим Малайзия. Брасер прилетает для Куху. Скорее всего, Тинни будет выходить у нас в барабаны. По дефолту собирается данный герой. И сам по себе... Ну, будет более-менее живучим. Даже, в принципе, и без Веспа. Тос. Эваленш по Бристу. Бристу половину ХП сняли. Но, опять же, это не проблема. Есть Мэджик Вонт, есть Боттл. И Брист проседать по ХП не должен. Мирана пропушила Т1 на нижнем лайне. Дальше на Т2. Кец и Комбат здесь вообще чувствуют себя неуязвимым. Файты не врывается. Тинни переключает ПТ на Ману. Здесь небольшой подхилл. Тос. И что? И смотрим просто, как у Тинни набираются денежки. Ну, и опять же, Джонни здесь саппортит по ХП. Все, что необходимо давать Тиннику, дает. И... Ну, и не сильно, в принципе, проседает Куху. Опять же, у Тинни уже фулл Мана. Просто откатится какой-нибудь... Да не какой-нибудь, а оба скилла. Скилла откатятся для Тинни. Можно идти, забирать еще одну пачку крипов. Даже не одну, а три пачки крипов здесь на первом споте. Так, где Мирана у нас? Как там дела у Кецы Гомба? Теперь на топ-лейне у нас Мирана. Уже есть у нее ПТ, есть у нее базилка. Аквилку мог бы приобрести, если бы хотел бы. Пока желание, видимо, не особено. Нет, барабаны приобретает Мирана. Да ну, это шутка, что ли? Неужели Тинни на одном брассере остановится? Ну, скорее всего. Да, Мирана у нас будет такой, сэми-керри. Муши прячет в Disruption здесь Ову. Ну и Джей просто-напросто не достает здесь до Муши. Муши развалили, развалили Джея. Я так понимаю, Вижен потерял у нас. Хотя как там можно? Ну, видимо, не достал просто афучкшилдом Абадон. Или решил не подходить, чтобы хотя бы свою задницу спасти. В итоге, ни одна из задниц команды Минески не была спасена. Развалили двоих, счет становится 5-4. На мидлейн, Тим Малайзия. Уже здесь Охайо, уже ждет своего часа. Просто ворваться и дать реведж. Главное, чтобы Минески пришли здесь дефать. Ульты у всех есть. В принципе, ну, у тех, у кого должны быть ульты. И у тех, у кого они активны. Тинника мы не берем в расчет. Хотя тоже, наверное, стоит учитывать то, что у Тини есть ульта. Это означает, что демаджи у Тини уже больше всех на карте. Джесси Вош, Мирану, через Ривис Полярити. Скорее всего, здесь заберут ее в соло. Хотя нет, мы Лидик на нее повесили. Она делает блинкаут отсюда. Охайо, реведж, развалили Бристалбека. Дальше у нас Вич Доктор. Под проклятием Муша. Но Муша должен здесь, в принципе, умирать. Шоквейв до Муши долетает в итоге. Нет, Вич Доктор забирает с руки у нас. Саппорта. Ну и разменяли Бристалбека на саппорта. В любом случае, в пользу команды Малайзия. Да, 326. Они по голде подняли. И почти 1000 по экспириансу. Они не хотят отдавать данный гранд-финал. Квалификацию Алиги. Команде Минески просто так. Ну и сражаются в каждом файте в плюс для себя. А Джей в это время у нас фармил. Джей фармил. У Джея топ Нетворс на карте. Пока тут ребята бодались и решали, кто из них круче, кто лучше файтится. В это время Лешрак собирал свои артефакты. И у него уже, в принципе, готов... Да, готов Бладстоун. Вот он, собственно, и Бладстоун. Джейси Уош выталкивает у нас Куху. Бросает под Тауэр. Джейси Уош на ЛУХП отсюда уходит. Но здесь есть Ова, который всех подхилит. Ну и бежать. Все быстрее бежать от Лешрака. Лешрак горит. Диаболики есть. Можно проюзать. Через пульс Нову тоже будут стараться гнать Муши. На ЛУХП в инвиз. Отправляет Мирана свою команду. И все. В принципе... В принципе, все живы. Куху под Вардом. Выбегай быстрее оттуда. Продамажили Тини, но не критично. На Виспа смотришь, вообще непонятно. В инвизе он, не в инвизе. Что с ним творится? Висп от Виспа вообще никак не отличается. Инвизный Висп, не инвизный. Под проклятием, без него. Ку-ку. В Дизрабшин отправили. Дальше за Муши стрелу ловит Джей. Если ульта... У Шадоу Демона ультать через 5 секунд. Но маны не хватает. По мане очень сильно просел. У нас Мушин на данный момент. Ну, Тини просто отбрасывается то Эваленшим, то Тосом. Подойти по факту Тиник не может. Джей ловят здесь в Дизрабшин. Ему Фиолетово развернулся и ушел отсюда. В итоге Т1 со стороны команды Малайзия падает. Миннески по золоту ведут. У них почти полторы тысячи преимущества. Преимущества это еще графики не обновились. Ну и по Экспе. Да, по Галде. 2000 Миннески. По экспириансу Малазицы. На 250 впереди. Добрара превращаются в деньги. А деньги превращаются в артефакты. А с артефактами, которые получше, рано или поздно и Экспа зарабатывается куда быстрее. И в файтах команды выглядят поинтереснее. Поэтому тут деньги действительно на данный момент не решают. Но спустя какое-то время, там 5-6-10 минут, эти деньги станут боком команде Малайзия. То есть Миннески свое преимущество, когда в артефакты превратят. Вот. Понимаете, прекрасно, что и умирать будут. Несерьезно. Ай, Кецик Мба у нас промазывает по Бристлбеку. Но это просто, в общем-то, стрела сильно не надамажила бы и в стан надолго не поставила Бристлбека. Но был вариант забрать рун умирания. В итоге не получилось. У Магнуса появляется Блинк Даггер и для Кецик Мба появляются Барабаны. Тинни у нас с Даггером. Приехали вообще. Здравствуй, Тинни. Здравствуй, Олдскул. Полетел у нас врыв от Виспа. Пависк моментально вместе с Тинником попадает у нас в стан от Лешрака. В итоге Лешрака убили. Хотя совсем немножко остается Лешраку до появления. Сколько же там в Бладстоуне было зарядов? Десять, наверное. Лешрак очень быстро у нас появляется. И хотя, опять же, да, это девятый левел. Что там тянуть? Муша у нас в итоге умирает через Койла. Потом он забирает саппорта команды Малайзия. Ну, размен неплохой, да? Разменяли Муша, но разменяли на мейнкерри на фармящего Лешрака, который вот топ на Этворс на карте. Был до предыдущей секунды. Теперь Тинни вырывается вперед. На Релокейте неплохо. Джуни ворвался, несмотря даже на то, что в Сплитеос сразу же попали. Или Сплит, как там называется? Как? Сплитеос, да. Джейси Уош. Готов дефать Тавер. Рядом с ним Бристлбэк, рядом с ним Вичдоктор. И лучше отсюда лететь, что Тинни, что Веспу. Да, Джуни уже делает ТП-аут отсюда. Тинник абсолютно та же история. По золоту Минески начинают проигрывать. 500 по голде всего лишь Минески впереди. А по экспириенсу Малазицы уже на 1000 опережают своих оппонентов. Выходят на Т1 по низу. Когда снесут Тавер, Минески должны выйти вперед по фарму. А что Малазия? Что Малазия? Почему Малазия скучает у нас? Пойнт Бустер появляется для Тинни. Остается еще 1900 до появления Аганима. У Мираны тем временем 1300 на руках. Барабаны, ПТ. Ну и все. И дальше дрысня абсолютная. У Веспа Урн оф Шадоу, Боттл, Мэджик Стик и Бутс оф Спид. У Шадоу Демона Транквилы есть. Ну и на том спасибо. Куху забирает Топ Тавер. Остается 1300 до появления Аганима. Это важно. Если до 20 минуты появится Аганим, то команда Малазия может в принципе катку-то и перевернуть. Пока что Минески внушают гораздо больше доверия мне. Врыв пошел на Муш и Муша отсюда уходит. Джесси Уош отправляется в Дизрапшн. Еще и повесили на него Доминик Пюрш. И что? Джесси Уош у нас ХП чуть-чуть потратил, но недалеко Абадон. Поэтому это вообще не проблема. Ждет своего звездного часа Магнус. Скивер будет только через 10 секунд. А вот РПшка с Шоквейвом уже готова. Главное, чтобы побольше людей подошло. Он тут жадничает Джесси Уош, в итоге делает блинк на команду Малайзия. Никто не подошел. И в это время Минески зарабатывают еще один Тавр свой актив. Даггет для Тайтхантера. Ухайо быстрее за ним на фонтаны похилиться и ману пополнить. И пытаться ворваться здесь. Потому что не должны отсюда уходить Минески. В принципе, здесь есть Диаболики, здесь есть Пульснова. И Крипы, и всякие тележки, и Тавара. Все это сыпется от Лишака. Это какая-то атомная война. Ну что, Ухайо, пошел врыв на команду Минески. Сразу же Репликейт по-троим делает у нас Магнус. Дезвард пошел от Вичдоктора. Минус один уже, минус Лишак. И практически вся команда Малайзия битая. Они на своем хайграунде. Да, наполовину живы. Но тем не менее живы. Потому что потеряли Лишака Минески. И должны отсюда уходить. Ухайо у нас дальше за Вичдоктором. Врывается Тинни. Подбросил, подкопал. Развалили еще и Вичдоктора. И дальше гонят у нас Малайзицы своих оппонентов. А где Мирана в это время? Мирана у нас немножечко тупит. Или Кецакэмба кого-то забрал? Нет, Висп у нас забрал Лишрака. А Тинни у нас забрал Вичдоктора. Чем Рана занималась, я так и не понял. Но вроде как дэмэдж все-таки вносил у нас Кецакэмба. Но артефактов на дэмэдж как таковых нет у данного героя. Ну, да, что-то было проюзано. Агоним появляется для Тинни. Вот вам и удачный врыв. Сразу же релокейт. Джонни вместе с Тинни полетели на топ-лейн. Куху. Подбрасывает у нас Лишрака. Минус Лишрак. Вот вам и фармящие козелы. Что будет делать Лишрак вообще непонятно. У него два заряда в Бладстоуне. Он мрет просто по КД. А теперь от Тинни и Веспа будет разваливаться просто как глухонемой. Как бороться с Тинни и Веспом, команде Минески, у меня вопросы. Ну, поймать, допустим, их у Тинни. Следующим артефактом же будет появляться Блэк Кинг Бар. А там влетай на БКБ под релокейт... На релокейте. Влетай уже под проюзанным БКБ Тинни. И все. Или Шрак, не Лишрак. Не проблема. Ку-ку. Больше половины ХП от одного раз каста Тинни. И одного удара бревном теряет. Еще при том, что по спине у нас били Бристлбека. Ну что, можно даблклик на Тинни? Или как команда Малайзия собралась свою игру реализовать? Ну, скорее всего, да, Тинни здесь основная ударная сила. Иначе и быть не может. У Мираны появляется Мэл Стром. Дэмэджа на самом деле много. Да, вроде бы как бы не на кого собирать данный артефакт. Там никаких Брудмазер, никаких тебе Энигм или Нейчерс Профитов, чтобы разваливать большое количество маленьких говнюков, которые с собой водят эти герои. Но, с другой стороны, Мирана быстрее начинает фармить. Причем намного быстрее. Проходит одна молния, дальше юзается Старшторм. Все. Пачка крипов снесена, Мирана идет фармить дальше. Тем более, что Старшторм очень быстро кедешится. Как скилл, по-моему, один из крутейших вообще в игре. Как для фарма, просто великолепен. 12 секунд кедеш, 160 по мани не так уж и много. То есть, на фуллману это надо 5-6 сдать этих Старштормов. 5-6 пачек крипов, а это много денег. Это порядка полутора тысяч по золоту. Стрела у нас пошла и попадает в ку-ку. Висп с Тинни врываться не собирается. Ну и окей, можно по туплей. Но пойти Тинни. 11 левел уже имеется. Есть уже второй Гроу. У Тинни с руки уже 227. И что, будут давить? Скорее всего, но можно попробовать. Есть, если что, Даггер. Тинни и сам отсюда уходит. В любом случае, все. Начинает у нас Тавр потихоньку сыпаться. Уже сюда летит Магнус. Джесси Уош готов рываться. Но Куху далековато стоит. Просто так его не за... Риверс поляритить. И не засунуть на хайграунд. Забрал бы по дороге лес чужой Тинник. Наверное, не лишним было. Ну вот, пожалуйста, Угрыкла появляется на Куху. Готовится выйти в Блэкинг Бар. У Бреста появляется Сэндж до Яши. Еще 600. Необходимо Кукуна собирать. Рошан у нас, кстати, абсолютно нетронутый стоит. Никто сюда не заходил. Тут все, в принципе... Все фуловое, как было. Еще в начале игры ни одна команда, ни вторая не заинтересованы в убийстве. Рохи. По топ-лейну Джонни вместе с Куху. Быстрее. Блинк на хайграунд. Видят примерно, где находится команда Минески. Игроки команды Малайзия. А что Тинни себе позволил? Зачем было блинковаться у нас на топ-лейн? Висп у нас быстрее забирать отсюда Тинни. Да, Тинни увезут. Успеет ли подойти команда Малайзия? Ну, по-моему, даже не собирались, да? Ну что, и в итоге Висп один сюда прилетит. Висп прилетит и умрет. Нет, по таймингу не попали. Да, Джонни у нас на лоу хп. Джонни здесь умирает. Нормально. И самое неприятное в данной ситуации, не только в этой, а вообще очень частые ситуации эти на карте случаются, когда Висп бедняга должен в соло возвращаться, только потому, что кто-то не понимает, куда можно лезть, а куда нельзя лезть. Да, это такова судьба саппорта. Но от этого менее печально не становится. И вот этот Висп, бедный, несчастный, абсолютно рахетичное существо, которое у нас для физдэмэджа вообще не создано никоим образом, вынуждено возвращаться в толпу озверевших абсолютно оппонентов, которые в пятером уже стали и ждут. Как только ты прилетишь, они тебя из шара квадрат делают сразу же. Выманили Рошана, в итоге Мирана попадает у нас стрелой в Роху. Если бы команда Минески знала, что там Мирана одна, то воспользовались бы данным моментом, и Роху должны были разваливать. Муша забирает у нас... Забирает у нас один вард на... Хайграунде. Все, Муша отсюда отходит. Вижена, я так понимаю, нет. Ну да, откуда Вижен? С интрики у нас Вижен не дают. Где ты, Тинни? Куху по фарму все великолепно. Он на первом месте, у него 12 с половиной тысяч. У Джея на Лешраке почти 11 тысяч, но вы видели, какой Джей слабый. Просто один раз каст от Тинни, причем Тинни может врываться самостоятельно, без Веспа, без Релокейта. Не надо демонстрировать эту точечку, которая появляется на месте каста Релокейта. То есть сориентироваться Лешрак не успевает просто-напросто. Сейчас Тинни с Хайграунда на Лешва может врываться и разрывать. От Тинни у нас немножечко трус. Хотя нет, у него есть просто... Голова на плечах. Понимай. Да, здесь нет, Вижена нет. Нет, вот команды Малайзия во вражеском лесу, но Куху примерно понимал, что за ним уже выехали. Бристлбэк. Давайте вообще по вещам пробежимся. Тут 100 лет уже прошло, 25-ая минута заканчивается. У Вич-Доктора есть Урнов Шадоуз, Медальон и Бутс оф Спид. Для Баддона уже есть Солринг, Маджик Вонт и Брасер. Так, файт здесь будет? Нет. У Лешрака есть Бутс оф Тревел, Бладстоун и Митрилхаммер вместе с Огроклабом. Совсем немного остается Джейдо. Появление Блэкинг Бара. У Бристлбэка с Энжиньяш, Эвангвард и ПТ. И все, команда Минески у нас на этом окончилась. У Виспа уже есть Даггер вместе с Тинни. Насмотрелся на Большого Дядьку, решил повторять. Приобретает себе Висп Даггер. Есть у Джонни также Урнов Шадоуз, Боттл и Бутс оф Спид обычный. Без какого-то грейда. Тинни с Аганимом, с Пауэр Трэдс. Есть Огроклаб, есть деньги на появление БКБ, но Тинни у нас пока что экономит. В избытке у него 2600, как видите, и... Надо еще 300. Ну что, пошла ульта у нас от Виспа. Опять будет забирать этого нерадивого Тинни. Сразу же Джонни у нас останавливает через РП. Сбили в итоге релокейт Виспу. И что Висп? А что Висп? Висп, скорее всего, умирает. Нет, Джонни у нас под инвизом уходит. Мирана теперь вынуждена спасать команду Малайзия. Да, малой кровью просто маны потратила на ульт. Это не критично. Но тем не менее, опять Тинни влазит туда, куда не стоит влазить. Куху подставляет всю команду. После игры хорошенько бы избить его всей командой. Ну так, по-дружески. Мирана уже с Мэлштормом и тремя тысячами по золоту на руках. Кецак Эмба уже может появиться Мьолнир, в принципе. Как появится Мьолнир, вешай на Тинника, пусть ходит, бьет и уничтожает команду Минески. Тинни после БКБ не лишним наверняка здесь будет приобрести Керасу. Хотя и криты тоже, в общем-то, могут на Малайзицев сыграть в пользу команды Малайзия. Где-то один крит прогнет на всех бревном. Но и Минески здесь, в принципе, доходяги большинство. Лишрак 1500 по ХП у Вич Доктора 850. Один крит от Тинни станет для него смертельным. Абадон, так, Шадоу Демон. Муж у нас улетел... Улетел отсюда? Неужели так просто муж и отделался? Ну, видимо, да. Ладно, попозже тут поанализируем что-нибудь. Лишрак побежал за Тинни. Пульс снова включил. Джесси Вош. В никуда вообще отправляет все свои скиллы. И РП еще у Джесси Вош не будет 30 секунд. Поэтому в безопасности у нас команда Малайзия. Меня Мирана настораживает. Почему ты не участвуешь в файтах? У Кецака Мба появляется Мьолнир. Есть уже Д200 на руках. В принципе, на байбэк надо совсем чуть-чуть. Тут всего лишь... Чтоб 800 всего лишь надо на байбэк. Ну да, скорее всего, да. Пошел у нас реведж от Охайо. Под Бэкинг Баром здесь Джей. Охайо, скорее всего, будет Тинни оставлять. Да что ж ты за крыса такая, а? Твои ребята мрут. Куху у нас постоянно не участвует в файтах. Просто самый хитрожопый в команде. Не удается вообще команде Малайзия построить как-то игру. Я не знаю, что это за мувы такие. Смотришь на Тинни, вроде большой подкачанный парень. Только нападает команда Минески. Это первый, кто в кусты у нас отправляется. Как воевать с таким парнем вообще непонятно. Ну да, понятное дело, что ему надо нафармить. Ему надо это, надо то. Сопортите меня лучше. Врывайтесь, танкуйте. А что, все танкуют? Охайо, по-моему, великолепно здесь. Дал реведж, растанковался. Можно было файтиться. Тинни в итоге ни БКБ не провязал, вообще ничего не сделал. Ладно, БКБ бы провязал, хотя бы 3-4 удара дал. Не поверил он ни в себя, ни в тиммейтов. За то, как заходить на хайграунд, Куху у нас первый. Джей, под смоком, выходит на Тинни. Все, Тинни у нас получает дэмэдж. Уже блин не работает, но надо Виспу теперь спасать Тинни. Кому же еще? РП пошел по Тиннику, и Висп не успевает к Тинни. На тебе, вообще не жалко, вообще. За всю боль, которую команде Малайзии причинил их же тиммейт. Ты смотри какой, а. Виспа тоже разорвали. Релокейт вернулся назад и отправился в одну могилу у нас с Тинником под фонтан. Вернуться очень скоро, через 40 секунд. Я представляю, как сидит в таверне Висп и просто отодвигается от Тинни, типа... Ну и отворачивается спиной, если у Виспа есть спина. И кто-то ему говорит, да ладно, чувак, все... Ну блин, ну там просто я там ошибся. Он, да, да, ошибся. Угу. Поворачивается спиной и не разговаривает с Тинни. Ну я бы не стал. Действительно, на нем все врывы основаны. А в итоге как-то стратегия команды Малайзии отправляется просто-напросто в никуда вообще. Ку-ку у нас ловит стрелу, по-моему, на миллион секунд. Ку-ку должны здесь забирать. Нас развалили в это время на топ-лейни Охайо. И здесь Ку-ку. Просто сбивают ему Эггис. Теперь попробуй с ним расправься. Стрела будет еще не скоро. Ай, рановато муж и в дизрапшин бросил. Хотя тут к приходу Ку-ху. Но здесь Ку-ху мастер подраться. Пять в один вообще. И то не мастер, и то... Да, назад, назад Ку-ху. Опасность. Уже два игрока команды Минески подошли. Ты же всего лишь мейнкерри. У тебя всего лишь топный творц на карте. И ты всего лишь бьешь бревном на 400 триллиардов в секунду. Нет, Ку-ху у нас не хочет драться. Ну и ладно. Не мне, в принципе, его за это осуждать. Ку-ху. 10-11. Не очень результативная игра. Вы спросите меня, почему? Я вам отвечу, почему. Вот почему. Вот почему. Вот почему. Могла бы быть результативней. Все-таки преимущество у команды Малайзия есть. Сейчас будет 16-й левел для Тинни. Правда, это ничего, по-моему, не решит. Но, тем не менее, демажа очень много у данного керри. Он под оверчарджем должен ломать головы команды Минески. Нон-стоп вообще. А в итоге... В итоге Тинни не файтится. В итоге Тинни просто бегает, ну и наблюдает природу доты. Ищут здесь кого-то игроки команды Минески. Муши у нас далековато. Мирана тоже далековато. Тепаут, скорее всего, Мирана. Да, Мирана у нас тепаут оттуда сделала. Судя по КД свитка портала. 10-11. По золоту малазийцы выигрывали 5 тысяч, теперь выигрывают тысячу. По экспириенсу они проигрывают 2 тысячи, хотя выигрывали 7 тысяч. Будем ли еще задавать вопрос, почему? Появляется Хипперстоун для Куху. Ухайо. Врывается в него и готов Ухайо, в принципе, хоть кого-то здесь убить. Так, пошли дальше бить Джея. Тоснул у нас Тинник Лешрака. Ну, Леший, скорее всего, здесь умрет. В итоге Куху забирает этот фраг. И 1 в 0 подрали. Счет становится 11-11. За Лешрака дали, я думаю, многовато. Да, 458 берет на руки здесь Куху. И счет становится 11-11. Мирану стараются загнать у нас на нижнем лайне игроки команды Минески. Дальше погоня. Джесси Вошфор, став вперед. Даггер есть. РП пошел по Миране. Лип у Мираны был проюзан как раз во время реверс-полярити от Джесси Вош. Обалденный тайминг от Магнуса. Все очень четко. Правда, Мирана немножко натупила. Не поверила, что ее в РП поймают. А стоило верить. Стоило верить. В общем-то, РП вытаскивает у нас всех и отовсюду. И, по-моему, даже Джаггернаут из Omni Slash у нас может вытащить реверс-полярити. Недавно я это видел своими глазами, обсуждал. Ну, там вроде как конкретно инфы в чате не дали. Но, по-моему, все-таки реверс-полярити вытаскивает из Omni Slash у нас Джаггернаута. Кераса появляется на Бристлбеке. И Тинни тоже покупает себе Керасу. Кераса не дает скорости бега. Зачем она нужна Тинни, пока что непонятно. Не думаю, что Тинни собрался файтиться. В принципе, рановато еще. Тридцать пятая минута. У него 310 с руки. Еще и... Сплэш по всем. Я думаю, это вообще не повод для сражений. Это повод фармить и бегать. Тинни идет у нас по нижнему лайну. Здесь в кустах Охайо остался в соло. Есть у него Даггер, есть у него Реведж второго левела. Если вдруг влетят сюда игроки команды Малайзия, а именно Тинни и Висп, то можно и подраться. Но Висп у нас еще внизу карты, а Тинни уже практически под хайграундом команды Минески. Что ждут? Ждут Тинни в принципе-то. Выдянет на себя одного-двух. Да, сразу пошел сюда ТП от Ку-Ку. ТП пошел от Овы. И прилетает сюда же у нас Джесси Вош. У Магнуса еще 10 секунд до реверс полярити. У Хайя остается на топлей не фармить. У него 2900 на руках, есть Персик. И до рефрешера еще где-то 1000 голды. Так, у нас пошел врыв на Мирану, точнее. Мирана быстрее отсюда бежать, поднимает ее в ветра у Джесси Вош. РП уже был проюзан, ну и Кец и Камбас здесь забирают. В это время Тинни с Виспом должны пушить топлей. Висп у нас через 2 секунды релокитница в мид. И Виспа никто не собирается сейвить. Через крипов. Крипы тебе в помощь. Что ж ты за гнида такая, а? Я теперь имя даже не могу вслух его называть. Ну как, ну боевой товарищ, а? Ну весь мидлейн отстояли. Еще когда крипы вот такими были малюсенькими, когда все были такими малюсенькими, с самого вообще малого роста, малого возраста выходил, вынянчил у нас Висп Тинника. И вот так вот отплатить своему родителю, ну это просто жесть. Это просто издевательство. Никаких принципов у Тинни. Никаких. Хотя так смотрю на ИО и умирают. Висп у нас Джонни умирает всего-то 3 раза. Ну каждый раз как в первый раз. Все время неприятно на это смотреть. У Тинни с руки 622. Просто бей-беги. Где Висп? Быстрее оверчарчи. В любую вообще, в любую дыру можно врываться. Везде, куда только, ну, куда захотят только. БКБ есть. Все, просто влетай и бей рукой. Всех и каждого. Так, пачка крипов развалилась. Куху должен заходить на хайграунд. Пока есть ДД, это очень важно. Видимо только для меня. Пошел врыв у нас на Ову. Релокейт от Виспа. Висп вместе с Тинни врывается. Развалили в итоге у нас Вич Доктора. Реверс Полярити Магнус отменил. Джейси Вош отсюда убегает. Тинни под Блэкинг Баром. Быстрее отсюда уходить. Виспа опять убили. Пошел мстить. Всем зверям в лесу у нас Тинник. 3000 на руках у Куху имеется на данный момент. Я думаю, что можно и в криты собраться. Пока что ничего не приобретает Куху. Рановато. У Лишака после Блэкинг Бара появляется Аганим и появляется Алтимейт Орб. Практически вышел на нулевые позиции по Бладстоуну у нас Джей. У него в принципе 8 зарядов было изначально. Потом спустилось до 2 зарядов. То есть ситуация стала очень печальной. Но сейчас у Джей 7 зарядов. Где-то скоро Бладстоун начнет хотя бы какую-то свою функцию выполнять. Которую должен. 5-5-9-9-3 у нас. Хэйграунд дефа. Это от Назойливой Мираны. Я думаю, Мирана никуда отсюда не собирается. Скорость атаки нормальная. Молнии вылетают стабильно. Ну и можно в принципе сплитпушить. Рошан через 20 секунд у нас упадет. В это время ухаю. Кстати, команда Малайзия очень серьезно рассредоточилась по всей карте. Здесь Мирана на топ-лейне. Внизу у нас Тинни Висп. На реке бегает Муши, как самый смелый. И на медлейне у нас еще и Охайо в соло ходит. Никого вообще не боится. Это в принципе чревато. Если где-то втроем, в четвером, наверное, одного-двух поймать, то можно и разобрать вообще без проблем. А если ты выходишь на Виспа и Тинни, то просто убиваешь Виспа. Потому что Тинни у нас делает двинг-аут. А Висп наверняка на себя всех будет стягивать и ничего не делать. Тараска появляется для Бристилбека. Пошел реведж у нас от Охайо. Реведж по Магнусу. Магнуса развалили. Куху начинает бить по горбу Лешрака. Уже два перелома есть у нас у Лешрака. Последний удар. И Леший нет. На лоу хп Леший отсюда убегает. По Куху. Дезвард, на тебе, Тинни. Сгори вообще. Тинни у нас в итоге умирает. На лоу хп команда Минески. Магнус, по-моему, байбэкнулся. Да, Джессио уж у нас байбэкнулся, потому что не успел РП дать. Ну и зря, в принципе, байбэкался. Тут и без него справились. Еще и Виспа убили. Ну и ладно. Не страшно. Команда Минески собралась, я думаю, забирать Роху. А дальше можно пойти и начать пушить. Ну, драки равные. Драки, в принципе, вообще игра равная. Потому что по золоту все в ноль. По экспириенсу 5000 в пользу команды Минески. Мне почему-то кажется, что у Минески больше шансов победить в этой катке. Я думаю, что да. Где-то шансы... Порядка 140% у команды Минески победить в данном матче, если игра не поменяется со стороны команды Малайзия. Они явно выбрали неверную схему. Но я знаю эту схему. Когда ты теряешь, в принципе, какую-то динамику в голове. Теряешь общую картину матча, протекания его. И начинаешь делать, что попало. И вот Тинни делает, что попало. Тут уже без флейма моего личного. Да, неприятно, конечно, за всем этим наблюдать. А с другой стороны, мне вообще пофиг на команду Малайзия абсолютно. Поэтому личных пристрастий здесь нет. Ну, сама ситуация такая, что ты теряешь почву под ногами и начинаешь творить абсолютную чертовщину. Там ошибся, там недоиграл, там принял неверное решение. И оно просто одним целым снежным комом тащит твою команду на днище. Примерно так с Малазицами происходит. У них Тинни с Аганимом уже минут 15. Этот Тинни с Аганимом еле-еле там убивает каких-то рахитов типа Вич Доктора. Все, лишь рака убить не может. Абадон тоже у нас, в принципе, бессмертен, когда Тинни его бьет. Бристлбека не убивает. То есть и толк от данного вообще чертовски сильного ДДшника. Толку вообще никакого. Да, я сказал 140, и правда. Ну, типа, шансов у команды Малайзии я не вижу. Если игра не поменяется, если стиль игры не поменяется, то Малайзийцы просто будут Тавр за Тавром терять, а в конце концов Тавра закончится, начнется Трон. Там же ИГГ может быть. Где Мирана? Где стрела? Где это все? Где все, чему вас учили? Ку-ку у нас в итоге остался без стрелы. Мирана Айроу не давала. Ку-ху. Как теперь удобно. Теперь можно фармить, прямо не спускаясь со своего хайграунда. Просто хлопаем в ладоши, великолепно все. Теперь можно не отходить далеко от фонтана, фармить. Скоро ближе подойдут крипы к уху. Ты, главное, не играй агрессивно. Дота не терпит агрессии. Ку-ку в это время плевать вообще на всех. У него есть Кераса, у него есть Тараска, у него есть Аэгис. Если вдруг что-то собьют по ХП, то после Аэгисов станет продолжить поливать спреем. И у него есть Абадон, который недалеко, который постоянно. Хоть их Шилд, Койл. Ну что, Ку-ку вроде бы надамажили здесь. Пошел реведж у нас у Тохая. Ку-ку на лоу ХП. Пошла в него стрела. Ку-ку стоит спиной. Ку-ку развалили. Реверс полярити по Тинни. Кецы Кэмба здесь. Здесь Ку-ку, Ку-ку. У Ку-ку выросли каменные шарики. Ку-ку начинает бить. Дальше за Джеем. Убили лишь Рока. Тинни на лоу ХП, но дерется. Еще один реведж у нас у Тохая. Ку-ку на лоу ХП. И на нем Афотик Шилд вести. Тохая должен дальше бежать за Бристлбэком. До Даггера еще, в принципе, достаточное время. Джей попытается здесь убить. Или Муши сам соло справится. Демоник Пюрч есть. Но, кстати, Джей-то убьет у нас Муши. Нет, Муши на лоу ХП. Муши выживает. Ну и все. Убили троих игроков команды Минески. Малайзия. Заработали две. Да, четверых даже. Еще и потерянный был Аэгис от Бристлбэка. Четыре в ноль фактически. Две сто заработали. Шесть пятьсот по экспириенсу. Как сложно это было раньше сделать. Четыре восемьсот для Куху по золоту. Можно, в принципе, уже Дайдалус приобретать. По-моему... Три триста... Да, через шестьдесят голды можно будет... Через шестьдесят голды можно будет приобретать Дайдалус. Останутся деньги на байбэк. Но уже сейчас можно с рецептом отправлять Курьера. Ай, как будто слушает все Тинни. Слушай, когда я флеймлю тебя. Веселее будет играть. Эру в никуда просто прочекал. У нас Кецекомбаш тут здесь на хэкграунде находится. После Мьелнира Кристаллис есть. В принципе, Эмирана тоже может приобрести себе уже Дайдалус через сто голды. Но тогда не останется на байбэка. Байбэк здесь нужен. Вообще, давайте глянем ситуацию по байбэкам. У Муши есть, у Кухуй есть, у Кецекомбая и Веспа есть. Со стороны команды Малайзия нет только у Охайо. По золоту просто нет у Охайо. Потому что Охайо у нас богатенький мальчик. Он приобрел себе такой важный гаджет, как Рефрешер Орп. И это сработало. Это действительно принесло свои плоды. Шестнадцать-семнадцать. Минески выигрывали по золоту три с половиной. Теперь чуть-чуть в пользу команды Малайзии. Счет по золоту, по экспириенсу. Малайзийцы порядка двух тысяч опережают своих соперников. Тинни отдумался. Да у Тинни уши горят просто. И кается сидит ему. С малайзийским акцентом. Ну как так? Да это же, я не знаю, что за псарня вообще? Ты же серьезный каменный громила. Ты должен защищать всех рахитов, которые играют в твоей команде. В итоге Тинни у нас за спиной Веспа, за спиной Муши прячется. За Мираной, в конце концов. Взрослой женщиной. Хрупкой. На собаке. Тинни действительно бить нужно. И желательно после игры, желательно не в доте вообще, а физически. Куху должен ответить. Так, ну что, Ку-Ку у нас врывается на топ лейн. Пошла стрела. Стрела попадает ни в кого. Тинни забирает здесь Джейли. Шаг на лу хп. БКБ заканчивается для Тинника. Можно, в принципе, Джейя здесь разваливать. Поднимают ветра у нас Тинни. Дальше за Джейем. Джей еще не проюзывал здесь ульт. Убегает отсюда Джесси Уош. Есть риверс полярити. Будет ли врыв? Пошел реведж у нас от Охайо. Офигительный вообще. Реведж от Охайо. Забрали очень быстро Магнуса. И Джейя тоже забирают. Ультра килл от Тинни. Как долго мы тебя лечили, Тинни. Наконец-то. Фух, можно выдохнуть. Мне, конечно, не очень нравится, что Тима Лази выигрывает или выиграет эту катку. Это означает, что мы не досмотрим данный гранд-финал. Потому что в 19.30 совсем через чуть-чуть у нас уже будет играть Нави против Тим Тинкер. И смотреть, как у нас бодаются за 12 копеек Минески против Малайзии. Ну, согласитесь, несерьезно даже. Поэтому лучше бы, конечно, с ДД, с Дайдалусом, с Керасой, с Блэк Кинг Баром, со всем этим добром пойти и снести что-нибудь Тинни. Да, Тинни у нас на топ-лейн. Два удара по Тауэру, два с половиной удара по Бараку. Хекс у нас на Тинни, выталкивает его Охайо. Ну, БКБ, развернись и бей. Ну, это же просто же несерьезно вообще. Забери еще отсюда Тинни, это вообще будет смех. Ну, есть ДД, ну развалите сторону, ну сделайте что-нибудь. Что за люди эти малазийцы? У Тинни не уши горят, а попец. У меня попец горит от такой игры. Причем здесь Тинни. Тинни вообще плевать, он, я так понимаю, в абсолютно психологическом, моральном равновесии находится. Подставил Виспа, умер Висп. Да и пожалуйста. Не дерусь, когда мог бы драться, убивают мою команду, пожалуйста. Сносят мне хайграунд, сносят в сторону, окей. Я не хочу подставляться просто. Ничего у него не горит вообще. Да и сейчас понимаю, что... Я переживаю за команду Малайзии, мне кажется, даже больше, чем Кухой-то делает. Мы, правда, вернулись к тому, с чего начинали. Вернулись к фарму на 50-й минуте. Мало, очень мало дэмэджа для Тинни. Всего лишь 500 с руки и 240% крит. 500, 240, то есть 1400, 1250 точнее. Крит у нас у Тинни. Ну, этого недостаточно. Этого недостаточно, чтобы убить Вич-доктора, у которого всего 1200. Недостаточно. Который еще с медальоном наверняка будет, потому что юзает его просто во всех подряд. Владмир у Джонни есть. То есть, в общем-то, по факту, в проюзанном БКБ Тинни умирать не должен. Если только, не знаю, в РП не попадет, и под Дезвардом долго не будет стоять. Бесконечно долго, потому что 3000 хп Дезвард двое суток будет сбивать. Можно же собраться всем вместе, в принципе, команде Малайзии, пойти по туплейну, закончить эту катку. Ну, тут я смотрю, многое зависит и от команды Малайзии. Может, они просто не успевают за куху, а может такая тактика сплитпушить и тратить время. Команды Минески, потому что Малайзия в это время фармит, а Минески действительно свое время отправляют в никуда. По фарму никто ничего особенно не вывозит. Единственный ку-ку, кстати, пыхтит за всю команду. По нетворству давайте глянем. 24 у него 1000 и 24 тысячи у Лешака. Но так не особо чувствуется. Если б не Сайт оф Вайз, то Леший был бы просто обычной единицей рядовой. Хотя и при этом 25 тысяч. Ну, 6 смертей для Джея. Мирана, 5200 по золоту. Мьолнир есть. Кристаллис есть. В принципе, в безопасности Мирана. Нет, еще не в безопасности. Осталось еще 500 голды и можно Дейдаус покупать и будет на байбэк. Уку-ху 6000. Бутс оф Тревел приобретает Тинни. Ничего, в общем-то, более не покупает. Хотя можно было бы продать Даггер. Так, 5000 фактически избытка для Тинни. То есть после байбэка будет 5000. Что собирать, непонятно пока что Тинни. Ну, от Блинк Даггера можно избавиться. В лейте вряд ли у нас Блинк Даггер спасет. Все-таки дамажит Тинни все. И это важная цель. Его будут пытаться первым вырубить. Потому что если гоняться за командой Малайзии, то Тинни рано или поздно всю команду Минески сожрет. Просто-напросто своим бревном. И его контрить действительно обязательно. Продолжение следует... Там совсем немножко времени осталось до новей. Так, у нас Джей ловит ульту. Ой, ловит точнее стрелу от Мираны. В это время на Рошана выходит здесь Куку. Куку должен на Рошана в соло забирать. Правда непонятно, кто у нас заберет Роху. Нет, выкладывает вангвард у нас Куку. В дизрапшин его отправляют. Куку забирает Аэгис. Сыр лежит на земле. Джей забирает у нас сыр. Вангвард лежит. Никому вангвард не интересен. Ухайо готов рываться. Тут Джей, в принципе, ульту еще не провязал. Муж у нас топит Джея. Сейчас придет ульта у нас. От Абадона Абадона развалили. Как так получилось? Что случилось вообще? А ну-ка. Как так вышло? Почему у нас Абадон умер? Просто так. Была же ульта. Что вышло? Я так и не понял. Ясно. Ничего, точнее, не ясно. Куку в итоге выходит на Куху. Бристлбэк против Тини. Тини у нас хексия. Тини у нас горит. У Тини нет Аэгиса. Куку пошел дальше наваливать Тини. Тини не юзает БКВ, потому что еще 5 секунд. КД. Ну и что? Наконец-то хрупкая женщина все в свои руки взяла. Мирана в итоге у нас разваливает Бристлбэка. Куху пока не дерется. Хотя есть у него... Ну есть же у тебя БКБ. Юзни его, иди дерись. Нет, Куху просто ходит. Куху ходит, прыгает, летает, но делает все, что угодно, но не дерется. Эту катку надо выключать. Это какая-то жесть просто дичайшая. Иди пофармите, Тини. Маловато еще. 8700 на руках у Куху. В топе маразма это, наверное, ну минимум топ-2. Куху противники. Всё хорошо, лишь бы Тинни фармил А так, в принципе, всё будет Всё будет, но не сразу Ну вот, просто товара падают с трёх-четырёх ударов Бараки Всё, Тинни у нас решил подраться БКБ у тебя есть БКБ у тебя есть Свиспом улетает на нижний лайн И бежать, бежать отсюда Быстрее бежать, мало ли что Бежать как можно скорее В итоге у нас казарма осталась на топ-лейне Внизу развалили бараки Минус две стороны практически сделали уже игроки команды Малайзия Куху БКБ просто-напросто не юзает Ему неинтересно, это не его игра С другой стороны, зачем юзать БКБ, если основная цель бить крипов Сложно представить, чтобы Finger of Death зарядил кто-нибудь, например, вот этот рейнджевой крип А этот какой-нибудь крип Произал бы в тебя, я не знаю, даже что угодно вообще Рейп ещё положил, да Драк у нас на медлейне Под хай-граундом команды Малайзия Ку-ку на лоу ХП Куху разворачивается Юзает БКБ пошёл наваливать Джею Джей под блэкинг баром И Шива есть, кстати, у Лешрака И сильно-то с ним не поиграешься Ловит стрелу Куху врывается у нас Джея Джея развалили Мирана в итоге забирает фраг Виспа опять в таверне Восьмой раз уже Бристлбек никуда не уходит У него есть Абисал Блейд Видит Кетскэмбу И бежать, и бежать, и бежать, и бежать Лешрака байбека, по-моему, не будет ещё тысячу лет Да, 4 минуты 20 секунд Неужели кто-то дал команду 12 тысяч на руках у Тини 12, ребята, это больше 11 Чуть-чуть меньше 14, но тем не менее, это 12 Ничего Тини не приобретает Он бегает с даггером за 200 Можно было купить Тараску У тебя есть Тараска, у тебя есть Кераса Ты, в принципе, не убить тебя вообще Можно было купить контроль Можно было и Хекс купить бы на эти деньги И не чувствовать вообще Бристлбека У Бристлбека нет БКБ Об этом знает Тини Но как, с другой стороны Зачем покупать Хекс, если это полезно для твоей команды Для чего Тини? Для пользы? Нет, он для красоты Он для фарма, он для денег Врывается на хайграунд Тини Пошёл бич Витч Доктора В итоге Тини на лоу ХП Дэс Вард по нему Реверс Поля летёт Магнуса Тини, отправляйся в ад Тини на лоу ХП С хайграунда спускается Дальше за ним Бросают его в Дизрапшн Куку отсюда его не отпустит Тини, блинкаут По-быстрому 200 ХП Остаётся у Куху В итоге забрали только Виспа Игроки команды Минески И потеряли Лешрака на мидлейне Но это было давным-давно И страдает опять за всех Висп Ещё и умирает здесь Мирана Малайзия, Малайзия В жизни туда не поеду Чтоб с Куху в одном автобусе Не встретиться глазами И не броситься с кулаками на него Что за человек? Охайграун, на ку-ку Ну тут не по шансам вообще 3800 жизни у Бристлбека Есть Вангвард Есть Кераса Всего предостаточно Вангвард тогда забрала птичка Поэтому всё хорошо Кримзон Бристу покупать Я думаю, кто-то писал там Кримзон покупать на 59-й минуте Бессмысленно Просто Кримзон это один удар Тинни Если, конечно, он будет бить Вот, поэтому Кримзон Гвард на Бристлбека Ну, как по мне Просто лишняя трата денег Здесь от Вангварда Давным-давно надо избавляться Бристлбеку необходимо приобрести БКБ Потому что рано или поздно Команда Малайзия Захочет контрить его Ещё мощнее Уже есть Хекс У Охайо Появится Хекс У Шадоу Демона Потом появится Хекс у Тинни Ну, может быть Может быть В идеале, конечно Куда Тинни деньги свои девает? Я не понял, что там в Курьере Так, Висп На релокейте Под Тавер Но здесь Т4 есть Надо бить Т4 Джей у нас Жжёт Жжёт беднягу Джонни Оставили здесь Тинни У Охайо есть Реведж Не бегите отсюда Реведж есть Рефрешер Орб Не надо убегать Надо драться Реведж пошёл от Охайо Ещё один Реведж от Охайо Хекс есть Просто юзайте этот Хекс РП пошёл от Джесси Вош Тинни выталкивают отсюда Куху Под Хексом Должны забирать Нас Кюрри Заводят на Хайграунд Тинни убивают Ну, наконец-то Просто Наконец-то Ребят Там уже у меня Беда, по-моему По таймингу Горит всё Сейчас гляну Что там есть с Эльвани Как дела обстоят Ну, пока Ньюби Нави Тинкер не начинали Как только начнут Сразу же переключимся на них Ладно, я переключусь на Лишака Одну секунду Небольшие организационные моменты Просто здесь Матч на матч налазит Ну, это Такая неприятность Просто с В принципе С таблицей Ничего не попишешь Одну секундочку Я вернусь Я вернусь Хорошо Это Ну что, команда Минески на хайграунд своих оппонентов. Дави их вообще. Тинни не байбекается, да? Я так понимаю, или у него нет. У него есть байбек, но он не байбекается. Зачем? Эти 5 секунд на самом деле сейчас решат исход вообще всего матча. Бристлбек пошел драться. Бристлбека все хорошо. У него есть понимание доты. Так, кстати, без реведжа. Тайтхантер. Развалили в итоге у нас Сабадона. Развалили Лешрака. Игра будет, наверное, идти 7 тысяч лет, скорее всего. Поэтому приготовьтесь встретить старость в компании Малайзии Минески. Никогда не подумал, что она ко мне придет с видом на куху. Я вернусь, что она ко мне придет с видом на кухе. Продолжается возня. В принципе, команды особенно игнорируют такое понятие, как пуш. Не очень интересно. Но куху зашел на хайграунд. Возможно, что-то и получится. Куху. Постепенно бьет у нас Тавр. Это третий лайн. Кстати, Джесси Вош врывается. Сразу же ловит Хекс. Реведж пошел по Джесси Вошу. Охайо. Дабл реведж. Байбэк моментально у нас от Магнуса. Джей на лоу хп. За ним Кец и Кэмба. Неужели это когда-то закончится? Тинни живет. Тинни бьет у нас в бараки. Три стороны снесли. Мега-крепы для команды Малайзия. Убивайте Тинни. Идите сносить им трон. Покупайте себе бутсов тревел. У Тинни 11800. Пока не было баттерфляя для Тинни, он не рисковал у нас файтиться. А то, что деньги у него были на баттерфляй еще 7 лет назад. И 25-й левел был в 20-м веке. Куху на это вообще не реагировал. Ну все, это мега-крепы. Посмотрим, что там получится. И от мега-крепов, в принципе, можно дефать. Не так критично. Так, у нас пошел еще один файт. Джесси Вош, РП. Есть рефрешен ор. Будет ли юзать Джесси Вош, Рефрешер Орб? Проюзал Рефрешер Орб. Не хватает маны на РП. У Джесси Вош нет маны на второй РП. Он просто юзает рефрешер и убегает. И никаких шансов. В это время мега-крепы закончат свое грязное дельце. Хоть кто-то закончит эту катку. Нет, не закончит. Вич-доктор, будь человеком. Уйди отсюда. Уводят крипов на фонтан. Команда Малайзия. Тут Тини, кстати, приобрел себе вместо БКБ Тараску. Для Кецы Кэмба уже появляется Сатаник. Е7-200 на руках. Совсем немного надо команде Малайзия, чтобы закончить это издевательство над всеми нами. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть это выгнать к уху вообще и взять какого-то нормального парня из русскоязычного паба. Тот вообще б не переживал. 0.40 закончил бы на Тини, но врывался бы в каждый файт. Да, кому же еще Аегис, если не этому парню? Он ведь у нас в каждый ад врывается. В каждую кучу. Просто любая драка и в центре у нас Тини. Для тех, кто только подключился, я напомню, что у нас 65-ая минута. И Тини мы в файтах видели, ну, раза 4, наверное. Там где-то по 5-6 человек убивал за один файт, правда. Но дрался очень редко. Очень. Ку-ку у нас поймали. Бристалбека выталкивают. Эвеландж в никуда от куху. Пошла давить команда Малайзии. Это при том, что уже есть мега-крипы. Но здесь Абадон соло пытается с ними справиться. Вряд ли у Джейта получится. По хп тут беда дичайшая для Абадона. Всего лишь 2000. Но еще стоит Т4 до сих пор. Малайзия пошла дальше давить. Тайдхантер с Хексом. Тайдхантер с Рефрешера Арбома. А вот Магнус здесь, конечно, ошибся. Ну, такая ситуация для Джейси Уош, что здесь, в принципе, и денег, чтобы продать у нас Транквил Буцы и купить Аркан Буцы. Никаких для Джейси Уош нет. В итоге он юзает Реверс Полярити, юзает Рефреш Рорб и стоит без маны. Второй РП провязать нет вариантов. Ахай здесь умненький. У него есть куча интеллекта за счет Сайтов Вайз. 1650 монопул. В итоге, короче, дофигища вообще всего. Ну что, Куху у нас на хайграунде. Будет ли бояться или будет, наконец-то, драться? Пошел бить у нас Бристлбека. Висп уже влетает сюда. Забирает у нас Тинни. Ой, как удачно у нас забрали Тинни. Нашли же куда. В итоге Эйджи сбивает у нас Тинни. Муша на лоу ХП. Поднимается Тинни. БКБ. У него нет еще один Хекс. На него будут драться. Тинни на лоу ХП. Реведж от Ахайо. Джей на лоу ХП. Тинни забрали. У Тинни байбэк должен быть. Да, байбэк, кажется, у нас Тинни. Бутс оф Трэвел у него есть. Лететь-то он не будет или будет? Да, летит у нас сюда Тинник. Сделали уже минус 2 игроки команды Малайзия. На лоу ХП здесь Ован. Стрела в никого. Готовы файтиться. А у Хайо не заканчиваются. Реведжи просто. Спасибо тебе, а. Спасибо тебе, Дота, что рано или поздно ты все-таки заканчиваешься. Я думал, что это будет бесконечная игра. У меня седина уже по вискам пошла от данного матча. От абсолютной неадекватности к уху. И абсолютной безответственности за свою команду. Деревяннейшие оценки ситуации. Как по мне, опять же. Говорит человек с полутора тысячами ММРа. Но тем не менее. То, что творилось на данной карте, никому и врагу не пожелаешь. 67 минут. Тотального издевательства над нашими глазами. Ну что, я думаю, что на третью катку мы с вами уже не врываемся. Сейчас я все в чате объявлю. По-моему, там уже должны по идее хотя бы лобби создать. И ворвемся на Na'Vi Tinker. А Малайзия и Минески пусть уже между собой решают, кто там в третьей катке забирает азиатские дивизионы и лиги. Напомню, что это студия игрокам ТВ. У микрофона, друг, не переключайтесь. Заставка музыка услышимся через 2-3 минуты. Субтитры создавал DimaTorzok